Родители о детях 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 заявляет, что он не промокает. Поэтому мы взяли этот рюкзак и его действительно протестировали на даче у наших друзей под конкретным шлангом с водой. Поливали его и вся водичка красиво так вот скатывается. То есть он действительно, эта ткань водоотталкивающая, он не промокает. То есть можно смело, если попали под дождь, не беспокоиться, что промокнут книги, учебники. Что еще хорошо вот в рюкзаках сейчас, в многих иранцах, что много светоотражающих деталей. Он прям светится, весь переливается, когда попадает на машины свет, то есть весь отражается. Ну еще дополнительно, это уже такой, еще дополнительный светоотражающий игрушка у нас прицеплена. Так, возвращаем тогда, Дим, тебе этот рюкзак. Можешь поставить его назад. У нас сегодня еще очень много всего представлено. И когда мы говорим о школьных сумках, то всегда возникает школьный портфель, школьный ранец и школьный рюкзак. Чем они отличаются? Ну, школьный портфель в наше время вы уже практически не увидите, потому что он ушел в прошлое. В принципе, это вот портфель с ручкой классический, как мы помним с нашего детства. И портфель обычно без лямок. То есть его нельзя как бы носить на спине, а только получается в руке. В руке носить плохо тяжелый портфель, потому что идет перекос, и это плохо для позвоночника, и, соответственно, потом могут быть проблемы со спиной. Вот. Ранец обычно идет каркасный, то есть он... Да, ранец. Вот это идет классический ранец. У него твердый каркас, да, как здесь. И все остальное как бы уже, как я показала, одинаково, да. Но именно ранец считается тот, который идет твердый каркас, твердое днище, та же ортопедическая спинка. Есть все те же свойства, да, регулирующиеся лямки. Мягкие подушечки, которые распределяют нагрузку по спине равномерно. Вот это ранец, да. Рюкзака, такого, как идет классический рюкзак, здесь нет, но у нас есть гибридный. Гибридный рюкзак-ранец. Чем он отличается от ранца? То, что у него мягкий каркас. Почему гибридный? Потому что рюкзаки в классическом, как они были, свойстве задуманы, они без ортопедической спинки, да. Но для школьников без ортопедической спинки это вообще не рекомендуется даже старшеклассникам носить, потому что нагрузка не распределяется равномерно. Сейчас очень многие производители делают гибридные рюкзаки, чтобы уменьшить вес, потому что все-таки каркасный рюкзак, он более будет тяжелым. Такой гибридный, он более легкий, потому что все-таки материал идет уже как бы тонкий, да. И дополнительно идет ортопедическая спинка. Все те же свойства регулирующиеся лямки, тоже твердое дно, которое не дает... Давайте покажем это дно, просто интересно, да, что оно настолько... Да, твердое дно, которое тоже фиксируется, ну, не падает рюкзаке, удобно все, он ставится в книжке, складывается, да. Вот это идут такие гибридные рюкзаки. Вот. А классические, да, рюкзаки, они такие же мягенькие, но без ортопедической спинки. Можно еще покажу? Да. Вот это рюкзак уже такой более классический, как мы знаем, он такой более мягкий, да. Это для подростков уже, которые для первоклассников не очень, ну, скажем, с класса 5-6 можно уже вот такие рюкзаки носить. Ну, в чем плюс? Здесь тоже в этом рюкзаке тоже есть спинка ортопедическая, регулируются регулируются лямки, здесь тоже дополнительный еще пояс, который можно зафиксировать на талии, да, чтобы он не шатался и было по весу проще. Ну, вот это уже более такой классический, скажем, рюкзак, который идет в рюкзак. А ранцы действительно, они идут с таким каркасом. Но у старшего сына уже такой? У старшего сына, да, такой. Такой рюкзак, потому что он сказал, что вот у нас был, как у Димы, он относил его 4 класса, и уже потом сказал, что все, он хочет новый, и, в принципе, у нас и учебников больше, да, поэтому мы взяли уже побольше следующий этап и поместительности, а также уже, чтобы выглядел не такой, возможно, детский, да, он же хочет быть как бы постарше, поэтому выбрали рюкзак, который более под его возраст подходит. Когда у тебя уже есть в доме школьники, то ты какой-никакой опыт приобретаешь. А если нас сейчас смотрят родители, для которых это действительно самый первый опыт, надо выбирать, вот давайте пошагово попробуем посоветовать, что делать. Во-первых, если ты идешь в магазин, где много разных школьных там, рюкзаков и так далее, стоит ли сразу брать с собой ребенка? Сразу, если родители уже в курсе, в принципе, как выбирать рюкзак, то действительно стоит сразу взять ребенка, потому что без примерки конкретного рюкзака на ребенка лучше не выбирать, потому что они все садятся по-разному, у них разная форма, разная спинка, разные у нас первоклассники по росту комплектации и так далее. Поэтому рюкзак обязательно нужно примерить на ребенка, как он будет сидеть, и отрегулировать сразу в магазине по его спине. И убедиться, что действительно рюкзак сел так, как надо, и нигде ничего не мешает, все на плечах. И также даже та же форма зачастую важна, высота, длина, ширина, потому что есть очень маленькие худенькие детки, на которых эти ранцы выглядят, я не знаю, ну как камни какие-то, поэтому важно тогда подобрать такой ранец, чтобы он хорошо садился на спину и правильно был расположен. Поэтому все-таки лучше брать. А брать ли с собой еще книги какие-то, чтобы положить, посмотреть? Ну, книги по желанию не обязательно, потому что и так, в принципе, понятно, когда открываешь рюкзак, как видно, куда что можно положить. Ну, книги по желанию. Если хочется убедиться, что действительно полный вес, сколько книг туда влезет, сколько не влезет, и как это выглядит, удобно, неудобно самому ребенку туда что-либо складывать, тогда, конечно, можно взять. Но обычно в магазине в любом тоже найдутся какие-то книги или журналы, которые можно положить и проверить, если родителям захочется. Поэтому не обязательно тащить с собой. Но прежде перед этой примеркой, когда ты уже более-менее определился, что ты хочешь, давайте пошагу тогда вот эти критерии, по которым родители должны, может быть, в интернете уже посмотреть и выбрать. Что надо учитывать в первую очередь? В первую очередь нужно учитывать ортопедические свойства рюкзака, то есть, как я говорила, чтобы была ортопедическая спинка. Во вторую очередь я бы сказала, что это вес рюкзака играет немаловажную роль. Потом уже идут дополнительно такие свойства, как закрепить, скажем, на груди дополнительные ремешки, на талии для веса. Эти есть вещи не у всех рюкзаков, но они немаловажны. Это уже второе. И далее смотреть на, скажем, такие, как варианты застежки, открывается, насколько легко ребенку. Сейчас очень многие с магнитом, очень просто, да, но не все. Поэтому нужно смотреть, насколько просто открыть, закрыть, что-то положить, как он смотрится. Ну и уже самое-самое последнее, это красота, вместительность, сколько карманов есть или нету вместе с рюкзаком пенал, спортивная сумка, там мешок для обуви. Это уже идут, скажем, такие дополнительные аксессуары, которые скорее плюс, но не самые важные. Расскажи, пожалуйста, Дима, у тебя в классе вообще, ребята, какие рюкзаки используют, с какими ходят? Как у тебя? Ну, есть некоторые, которые с мягкими ходят. А такие, знаешь, классические еще такие носят, девчонки зачастую, как такая сумка на плечи. Нет таких? Нет. Ну, у тебя самый красивый в классе рюкзак? Или, может быть, какой-то присмотрел себе, думаешь, надо было вот такой брать. Есть такой? Да. Есть, да? Да. А чем он тебе так понравился? То, что он, ну, у него красивая расцветка. А какая? Какого цвета? Военного. О, понятно, хорошо. Ну, что ж, кстати, насчет расцветки. Она ведь тоже имеет значение? Конечно. Какие-то более марки, какие-то менее? Вот что бы вы посоветовали, как мама? Ну, в принципе, сейчас все материалы такие, что очень легко даже их помыть. Ну, конечно, есть более светлые рюкзаки. Понятно, что они быстрее запачкаются. Обычно это, конечно, цвета для девочек. Есть такие светлые голубые или светло-розовые. Для мальчиков тут попроще. Обычно какие-то темно-синие, зеленые, они, конечно, не такие марки. Но даже если испачкнуть, их можно легко помыть или тряпкой, или губкой, то этого не нужно бояться. И обычно как-то рюкзак все-таки не валяет совсем в грязи. Поэтому тут я бы сказала, пускай дети выбирают по расцветке, вот как им нравится и что хочется на их вкус и цвет. Ну, это такая уже вишенка на торте, когда ты все уже сделал свою работу. Хорошо, но что касается еще, если ты купил хороший рюкзак, ты можешь рассчитывать на то, что ребенок всю начальную школу сможет пройти в нем и не нужно будет менять? Да. Обычно это сейчас 4 класса, 4 года. Если совсем резко не вырос ребенок, очень-очень быстро, и он ему, возможно, просто по росту больше не подходит, то, конечно, такого рюкзака хватит на все 4 года, и он его смело может относить. Ну, это, конечно, действительно нужно смотреть на качество рюкзака, на материалы, потому что не все, к сожалению, в наше время так долго можно носить. Ну, и не нужно бояться, я понимаю, тоже цены, потому что хорошая вещь стоит хороших денег, но это того стоит. Да, это действительно того стоит, потому что, как я уже сказала, тогда можно не бояться, что 4 года вам прослушат этот рюкзак, вы смело, скажем, головная боль уйдет. Я думаю, что после того, как родители посмотрят нашу рубрику, у них действительно головная боль тоже уйдет, потому что они смогут еще раз пересмотреть, записать, составить список и уже отправиться выбирать школьный ранец. Спасибо, что смотрели, встретимся совсем скоро, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова